Приветствую вас, друзья и коллеги. С вами Наталья Луната и наша традиционная минутка в вылоке. И опять-таки ответы на ваши вопросы. Вы спрашиваете о наболевшем, я понимаю, это самые актуальные темы, которые только могут быть в нашем проекте. Так, один из вопросов касался того, как рассчитать усадку палантина. Правильно ли, если усадка там, допустим, в длину больше, чем в шельну, или наоборот, в длину усадки нет, а в шельну палантина усаживается очень сильно. Ну, вот такой вот момент, когда в одном из направлений нет усадки, абсолютно понятно, почему он происходит. Это полностью зависит от направления раскладки. Вы прекрасно знаете, что шерсть усаживается по длине волокон. Не по шельне, а по длине волокон. Значит, соответственно, если вы раскладываете, допустим, вдоль палантин, он у вас в длину сядет. Если вы раскладываете его поперек, значит, он сядет в шельну. Никуда от этого не деться. Значит, чтобы сбалансировать, либо раскладывайте елочкой, либо раскладывайте, есть хаотичная раскладка, есть всякие паркеты, козлики, вот это вот все, не дает, как бы, усадки в одном направлении. Это дает усадку равномерную. Если же вы хотите раскладывать шерсть именно в одном направлении, значит, вы попробуйте все-таки на каком-то образце поймите, насколько именно какой у вас коэффициент усадки, да, или коэффициент увеличения, все считают по-своему. И, исходя из этого, выбирайте размер раскладки. То есть, смотрите, что вам уже необходимо. То есть, вот тут дать вам рекомендацию, вот, надо, так, раскладывайте. Если вы будете раскладывать ортогональной раскладкой, то есть, два тонких слоя, один поперечный, один горизонтальный, один вертикальный, у вас раскладка будет равномерная в две стороны, скорее всего. Вот, ну, если только один слой потолще, другой потоньше, тогда, тогда возможны какие-то вариации. Или, допустим, может меняться вот эта усадка от того, что вы в тело войлока, да, вот в раскладку вводите ткани и волокна. Вот это тоже на раскладку может повлиять. Опять-таки, дать заочные рекомендации. Вот столько вы разложите, если вы что-то там добавили, ну, на войлок кусочек шелка или кусочек батиста, или вот если вы добавили каких-то волокон заочно, не видя то, чем вы декорируете ваш шелк, я вам сказать точно не могу. Но вы для себя видите дневник наблюдения. У меня есть толстая тетрадь, мой толмуд, в которой я записываю все вот важные, интересные моменты. Последнее время записи там появляются, как только вот я обнаружила для себя какой-то новый эффект. Да, то есть вот уже базовые все основные моменты я и так знаю, а вот тем не менее появляются там, использовала вместе ровницу и нити сари, да, вот скрутила вместе и приваляла. О, получилось интересно. Я вот это записала себе, образец я туда же, ну, потому что у меня действительно толстые папки с образцами, я все это там фиксирую. Точно и также, если вы планируете заниматься волоком всерьез, не важно чем, палантинами, одеждой, коврами, какими-то еще интерьерными объектами и даже обувью, собирайте образцы или не образцы, а именно ваши наблюдения. Это вам всегда будет помогать в дальнейшей работе. Всего вам доброго, всего хорошего. Я надеюсь, мои минутки о волоке вам полезны и интересны. Для того, чтобы этот проект мог оставаться бесплатным, я очень прошу вас, ставьте лайки и делитесь выпусками минуток с вашими друзьями. Всего доброго, обнимаю ваши лунаки.